В 1965 году в детскую поэзию пришел Олег Бундур. Тогда в Ленинграде появилось в печати его первое стихотворение. И сегодня его теплые душевные стихи и рассказы очень любят дети не только в Кандалакше, но и по всей стране. Родился Олег Бундур в 1947 году в Донбассе, окончил институт Ленинграде. Не одно десятилетие проработал врачом в городе Кандалакше. Олегу Бундуру была вручена высшая награда города – знак за заслуги перед Кандалакшей. Также Олег Семенович удостоен многих литературных наград. Он – писатель-путешественник, обошел на судах весь Кольский полуостров и даже не раз был на Северном полюсе. Поэтому у него есть книги путешествия. У нас на Крайнем Севере каша с видами на море, в гостях у белого медведя, на краю земли стою. И сегодня я предлагаю вместе с вами почитать стихи Олега Бундура. Читателям, оставшимся на причале. Корабль еще стоит, но весь дрожит уже, и на причале гул толпы разноголосой. И чайка впереди застыла в вираже, указывая путь без компаса и лоции. Мой добрый капитан дал разрешение мне, хотя и пассажир, но я взошел на мостик. Отсюда поклонюсь, я морю и волне, а вы на счастье мне! – цветок кричала, бросьте. Край земли. Если где-то там вдали этот самый край земли, нет, земля она кругла, нет ни края, ни угла. Но однако же стою у земли на краю. Это Кольский полуостров, а попасть сюда непросто. И точнее сказать, стою у России на краю. А за морем, где туман, ледовитый океан. Дальше полюсь. Беспокоюсь, чтоб туда вы не пошли. Будут вам нужны на полюс ледоколы корабли. Баренцево побережье. Ни деревцем, ни кустиком берег не оброс. Как будто кто искусственно тут создавал хаос. Одни лишь глыбы камнище. Нагроможденье скал. Как будто великанище. Чего-то тут искал. Ходил, бродил, раскидывал. Тер камни в порошок. Искал, искал, да, видимо, так и не нашел. С тех пор лишь только чайками берег заселен. А ко мне случайному совсем не ласков он. Рыбаки В Баренцевом море не достанешь дна. И водичка в море холодна. Но китам-белухам море в самый раз. Плавают, ныряют, обгоняя нас. Ищут они в море рыбьи косяки. Как и я, белухи, рыбаки. Но ловлю я рыбку редко, иногда. А белухам рыба – главная еда. Что-то начал дождик мелкий моросить. Не пойти ли в камбус рыбки попросить? Осторожное солнце Мир свинцового сизых туч уронила солнцелуч. И сказала сразу, да, прямолёта не вода. Наступают холода, и на север к вам сюда искупаться я приду только в будущем году. Край земли Здесь, под курткой меховою, даже тёплый свитерок. А чего? Я север выбрал. И о юге помолчу. Подавать не стану вида. Что и сам туда хочу. В холод суть, сясное что-то, Сохраняет вид и вкус. Я на северных широтах Тоже дольше сохранюсь. Стихи Олега Бундура не только интересны, но ещё и полезны. Помогают юному читателю мыслить логически, развивают воображение, речь и способность не теряться в сложных ситуациях. Но самое главное, что объединяет все эти стихи, это нежная любовь и доброта. Логические стихи Если мы строгаем, клеем, пахнет день столярным клеем. Если лесом день пропах, мы с корзинками в руках. Если дымом от костра, на рыбалке мы с утра. А ничем не пахнет день, значит к нам подкралась лень. Доброта Собака кусок пирога попросила. Я дал ей. Она мне сказала спасибо. За кошкой собака не припустила. И кошка в кладовку спокойно прошла. И мышь из кладовки она прогнала. И мышь не прогрызла с мукою мешок. И мне испекли из муки той пирог, который просила в начале собака. А сейчас почитаем стихи, развивающие воображение. А папа не верил. Я очень хотел, я очень хотел. И я полетел, и я полетел. Внизу проплывали деревья и крыши. И птицы кричали повыше, повыше. А в воздухе пахло и морем, и летом. Но дело не в этом, но дело не в этом. А в том, что летел надо мной в вышине, мой папа, мой папа, не веривший мне. Не уеду. Мама с папой за обедом разговор такой вели, что когда-нибудь уеду, буду жить один вдали. Я подумал, а неплохо где-нибудь пожить не здесь. Надо мной не будут охать, заставлять не будут есть. Мама с папой постареют и напишут мне они. Приезжай, сынок, скорее. Очень ждем, считаем дни. Тут же я дела заброшу и приеду, прилечу. Мама скажет, мой хороший. Папа хлопнет по плечу, спать в мою постель уложат. Будут сны опять кружить. Не уеду, невозможно друг без друга не прожить. Стихи математические. Называется стихотворение «Моя неделя». В понедельник был я волком. Скучно волку, мало толку. Все от волка, как всегда, убегают кто куда. А во вторник стал я зайцем. Не рычал я, не кусался. Чем вы зайца угощали? Дали яблоко, конфет. А меня кормили щами, положили мне котлет. В среду я был радиолой и стихи читал про школу. Про трамваи, про рельсы, про машину и коня. Чтобы я не перегрелся, папа выключил меня. А потом я стал котом. В красной шляпе, в сапогах. Но с котом соседским Васькой разодрался в пух и прах. А в субботу невидимкой я ходил почти полдня. Все искали, где же Димка, и не видели меня. А сегодня хоть чуть-чуть я решил передохнуть. Потому что завтра стану я большим подъемным краном. В огороде. По таинственным законам, непонятным до сих пор, Огурец растет зеленым, тут же красный помидор. Баклажаны синие, рядом с желтой дынею. А земля черным черна, а земля для всех одна. Ладошки. Листики кленовые, налипли на окошке. У осени озябшие ладошки. Не хватит ни перчаток, ни карманов, Укрытих от дождей и от туманов. А у зимы пушистые ладони. Взмахнет и искры снежные уронит. А во второй взмахнет, пруга закружит. Зима ладонями колдует, студит, вьюжит. Весны ладошки трогательны, нежны, Как первый появившийся подснежник, Как ветерок, как луч, как струйка дыма. Прикосновение их неощутимо. Ладони лета сотканы из света, Из запахов, из чувств, из ощущений, Из дуновений и речных течений. Я так соскучился без вас. Ладошки лета. Да скажи словечко. Я медленно очень с кровати встаю И час надеваю одежду свою. И два просижу, если надо покушать. И мама меня называет капушей. Когда идет по улице, В новом платье мама. Вся улица волнуется. Какая дама! Шел дождь, и ветер с ног сбивал. Устала мама, я устал. Казалось, нету больше сил, Но тут нас папа засладнил. И мы за папиной спиной, Как за каменной стеной. После ужина посуду Сам помою, не забуду. Папу с мамой берегу. Я же сильный, я смогу. Нужен я тебе с просонку. Что с меня такого взять? Так зачем будить ребенка? Дайте мальчику поспать. Стихи про любовь и дружбу. Поссорились. Сказала Света. Уходи. Одна единственная, что ли? Хоть пруд пруди девчонок в школе. Открой глаза. Ходи, гляди. Из школы медленно я вышел. Вон, обступили все крыльцо. Смотрю на Веру, Свету вижу. На Валю, вновь ее лицо. Смотрю на Лизу, Лизавету, И вижу Свету я опять. Ну что за тайна в Светке этой? Я не могу никак понять. Ну все. Звоню Светлане тут же, А сердце бухает в груди. Как хорошо, что ты. Послушай, ты перед школой заходи. Про девчонок. Со Светкой, соседкой, не буду водиться. Она то смеется, то плачет, то злится. Но мама сказала, что так не годится, Что с девочкой нужно уметь подружиться, Что с папой они еще с детства дружили, И вместе играли, и рыбу удили. С такой девчонкой, как мама моя, Конечно бы мог подружиться и я. Школьные стихи Молитва Господи, помоги, сбереги, Господи, спаси, пронеси, Господи, молю, я в тоске, Ты все можешь, ты Бог. Иванов, иди к доске, Не помог. Собираюсь в школу. Листья кленов на земле Твордики сметали, Снова все в моей семье Школьниками стали, Все предели, даже кот Что-нибудь да может. Ластик он в зубах несет, Помогает тоже. Осень желтая в окне, Небо голубое, Будто тихо шепчут мне, Мы сейчас с тобою. Все вокруг мои друзья, Ну а мне тревожно, Подводить мне их нельзя, Просто невозможно. Уроки Опять уроки, Не хочу, И никуда от них не деться. И делать нечего, Учу, Но ведь проходит мимо детства. Когда я вырасту, Потом, И вспомнить нечего мне будет. Уроки, дом, Уроки, дом, А утром Вновь будильник будет. Опять уроки, Хоть кричи, Законы, Правила и числа, А папа мне, Учи, Учи, Я тоже злился, Но учился. Быть неученым, Просто срам, А в школу мне Опять охота. Когда б ты знал, Как по утрам Вставать тоскливо На работу? Стихи для родителей. Не верится. А я почему-то Не верю, Что папа сто лет назад Не мог открывать Эти двери, Ходил по утрам Детский сад, Не знал еще Маму нашу, И пальцами нос утирал, Терпеть не мог Манную кашу, И чтоб не есть, Удирал, Что лезла в глаза Ему мыло, Что он Не в свои лес дела, А папа, Да все так и было, И мама сопливой была. Как папа жил в детстве. Папа утром Сам вставал, Все до капельки Съедал, Не ронял, Представьте, Чашек, Никогда не рвал рубашек, И не бегал босиком, И не щелкал языком, И с дворняжкой Не дружил, Очень скучно Папа жил. Папы Папы разными бывают, Тот молчит, А тот кричит, Тот бывает напевает, Тот у телека торчит, Тот бывает обнимает Теплотою сильных рук, Тот бывает забывает, Что он сыну лучший друг. Папы разными бывают, И когда проходят дни, Сыновья их вырастают Точка в точку, Как они. Смешные стихи Усы У папы усы отрастают, Все о гусах мечтают, И я отращу непременно С папой одновременно. У папы усы, У сына усы, От этой красы Поднимаем носы, И сами с усами В универсами Купим подарок маме, Наверное, ей так обидно, Что нет у неё усов. Стал я взрослым. Наконец-то Стал я взрослым, Наконец Ношу усы, И девчонки эти Просто Назим хлоп От их красы, А мальчишки, Чтоб потрогать, В дверь звонят Уже с утра. Говорит бабуля строго, Что жениться мне пора, Я в усах И занимаюсь, И обедать в них иду, А чтоб ночью не помялись, Под подушку их кладу. В поезде Только стоит в поезд сесть, Тут же хочется мне есть. Будто этих я котлет Не видал уже сто лет, И куриная нога Стала очень дорога. Вдруг мне папа говорит, Да, нормальный аппетит, Ты, конечно, можешь съесть Всё, что в сумках наших есть, Да и сами сумки можешь, И вагон в придачу тоже, Но прошу тебя всерьёз, На ходу не ешь колёс, При движении нельзя, Можно выпасть их, грызя. Мальчишка. Мой дедушка, он не старый, И бодрый имеет вид, Да только вот ломит суставы, К тому же спина болит. Но если играть он станет, За ним не угнаться мне, Забудет и о суставах, И о своей спине. А я ему, Ты не слишком, Не надо со мной наравне. Да это не я, Мальчишка, Который сидит во мне. Как папа женился. Папа за мамой долго ходил, В кинотеатры маму водил, Вместо экрана на маму глядел, И от волнения дрожал и потел, Из школы до дома её провожал, Робко за ручку маму держал, Вот так десять лет вокруг мамы кружил, И руку из сердца потом предложил, Но по всему было ясно, Что мама давно согласна. Говорят, что с детства К сыну по наследству Папины способности Могут перейти. Просыпаюсь утром, Только почему-то Я его способности Не могу найти. Папа поднимается, А я бы спал да спал, Папа обливается, А я бы спал да спал, Видно, я наследство Где-то потерял, А может быть, наследство Приняло мой вид, И со мною вместе Спит ещё, да спит. Силачи Силачи-циркачи Не таскают шпалы И не грузят кирпичи В автосамосвалы, Сумок тоже не несут, Где продуктов целый путь. Силачам-циркачам Этот труд не по плечам, Этот труд по плечам, Только мамам-силачам. Про любовь. Мама на папу глядит, Улыбается, Папа на маму глядит, Улыбается, А день в самые будни, Не воскресенье, И за окошком Не солнце, А в юго, Просто такое у них Настроение, Просто они Очень любят друг друга. От этой любви И легко, и светло, Не с папой и мамой Так повезло. Олега Бундура Очень часто называют Детским писателем В белом халате. А доктор он И в поэзии доктор. Его стихи Это рецепт и лекарство От плохого настроения. Принимайте утром По стихотворению От Олега Бундура И будьте счастливы И здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok